Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Что нужно знать о ЕДВ, в связи с чем проводятся изменения и когда система выплат будет окончательно отлажена? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник Самарского территориального отделения Министерства социально-демографической и семейной политики Алла Рузанова и руководитель Главного управления социальной защиты населения Самарского округа Ирина Коваленко. Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните нам по телефону 202-11-22. Но у нас такая будет, наверное, своеобразная горячая линия тоже сегодня, потому что вопросов очень много, они уже поступают до эфира. Здравствуйте, Алла Вячеславовна. Ирина Алексеевна. Хотелось бы сначала узнать, в связи с чем прошло вот это такое изменение, реформирование в системе выплат? И можно ли коротко так обозначить эти изменения, что вместо единовременных выплат компенсация ЖКУ, вот это основное, так это или нет? Да, добрый вечер, уважаемые телезрители. До 1 января 2017 года льготные категории граждан получали единую денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в фиксированных размерах в процентном соотношении от регионального стандарта. В общем-то вот еще 26 июня 2015 года принят, обращая ваше внимание, федеральный закон, в рамках которого льготным категориям граждан гарантирована компенсация за фактически произведенные расходы, за жилое помещение и коммунальные услуги. Ну и, конечно, во исполнении федерального законодательства 26 декабря 2016 года принят закон Самарской области номер 143 ГД, в соответствии с которым с 1 января 2017 года льготные категории граждан, проживающие на территории Самарской области, также получают компенсацию за фактически произведенные расходы. Понятно. А на ком, в первую очередь, отразились изменения? Есть ли такие категории, которые стали получать меньше и которые сегодня особенно болезненно реагируют на эти изменения? Ирина Алексеевна, вот вы напрямую работаете с людьми? Ну, категории льготников, они остались те же, которые получали ранее ЕДВ ЖКУ. То есть это те же люди, те же граждане, которые получали ЕДВ. Единственное, что для каждой категории льготника с законодательством теперь определен разный объем льгот. То есть, если мы говорим про то, что для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы по оплате в настоящее время, например, как жилья, так и коммунальных услуг. А для других категорий граждан может быть предусмотрена льгота только на содержание жилья или только коммунальных услуг. Кроме того, необходимо отметить, что для одних категорий граждан льгота может предусматриваться в пределах социальной нормы площади жилья, для других – от общей площади жилья. И также может учитываться распространение льготы на членов семьи, либо на самого льготоносителя. Поэтому, конечно же, размеры компенсации, которые в настоящее время мы уже назначаем, выплачиваем, они изменились. И можно сказать, что в большей массе в сторону понижения. Но опять же, нужно смотреть. То есть, если мы говорим про то, что раньше ЕДВ и ЖКУ получали в процентном соотношении от регионального стандарта, это была такая усредненная сумма, которую получали граждане, то теперь сумма компенсации напрямую зависит от некоторых факторов. То есть, первое – это, конечно же, категория льготника. И второе – это также учитывается состав семьи, площадь квартиры, наличие задолженностей, а также нормативы потребления коммунальных услуг. То есть, понятно, что очень часто к нам обращаются сейчас граждане, которые, ну, значительно потеряли в сумме. И когда мы начинаем разбираться, объяснять, смотреть, то получается, что в основном теряют тех, у кого много прописано в квартире. То есть, если… Кого уже занятия. Да, это важно. И люди не совсем понимают этого. То есть, если… Понятно, что если гражданин проживает один в квартире, да, то у него льгота будет 50% на всю площадь квартиры, там, да, общую площадь. А если мы говорим про то, что в квартире зарегистрировано, как правило, да, ну, обычная семья, мама, папа, да, двое детей, четверо человек зарегистрировано, и, соответственно, льгота будет уже рассчитываться от доли площади на каждого члена семьи. Это уже, соответственно, размер, да, от этого очень, конечно, он в сторону и уходит. Давайте начинать отвечать на вопросы. Пенсионер, инвалид третьей группы получала соцвыплату 1172 рубля на данный момент, 230 в феврале получила, в марте 230 мне перевели. Это все выплаты, и так теперь и будет всегда, где об этом можно узнать, какого размера будут выплаты. Светлана Евгеньевна. Чья это тема, кто может прокомментировать? Ну, опять же, да, если мы говорим про категорию инвалидов, инвалидов общего заболевания, первая, вторая, третья группа, то законным 143 ГД предусмотрена льгота 50% для инвалидов на содержание ремонт жилья в случае, если гражданин проживает в муниципальном или государственном жилом фонде. То есть, если квартира приватизирована, то инвалид уже не имеет льготу на эту коммунальную, то есть на эту услугу, то есть на содержание на ремонт жилья. Но инвалид получает, опять же, инвалиды первой, второй группы могут иметь право получить льготу на компенсацию взносов на капремонт, но опять же, от площади, нормативной площади жилья, то есть по региональному стандарту. То есть, если мы говорим, что человек проживает один, нормативная площадь жилья 33 квадратных метра, если двое проживают, 21 квадратный метр на каждого члена, и если трое и более, то 18. И также инвалиды имеют льготу на 50% от стоимости фактически понесенных расходов коммунальных услуг. Вот я хотела бы чуть подробнее остановиться на капитальном ремонте, какая здесь есть льгота, для кого она. Потому что очень часто задают вопросы люди, которым за 70, за 80. Вот это тоже, если можно уточнить, что-то появилось, какие-то льготные выплаты, или это не ваша тема? Нет, это тоже наша тема, да. То есть, это тема у нас, это как вторая компенсация, наша первая компенсация, с которой мы начали работать еще в 2016 году. Да, действительно, законом Самарской области предусмотрена компенсация взносов на капитальный ремонт 70-80-летним. Да, 70-летним в размере 50%, 80-летним 100%. А для этого не нужно куда-то идти, обращаться? Вот заявительный характер это носит? Нет, нет, это все происходит в автоматизированном режиме. Да, единственное, что хотелось бы отметить, что очень часто тоже возникают вопросы, и очень многие граждане звонят и считают, что если у них льгота 100%, как 80-летнему, то им не нужно оплачивать квитанцию. Это немножечко неправильное мнение, да. Квитанцию оплачивать нужно в любом случае, потому что льгота распространяется не на всю сумму квитанции, как люди понимают 100%, а именно 100% от нормативной площади жилья. Опять же, то есть высчитывается индивидуально. А есть ли категории, которые выиграли вот от этих изменений? Алла Вячеславовна, вот вы говорили про многодетные семьи, да, вот что изменилось для них или еще для кого-то? Да, есть такие категории. Многодетные семьи вот как раз получают компенсацию в увеличенном размере, процент увеличен с 30 до 50%. Ну, если вот уж зашел разговор, позволите также по многодетным еще дополнительно такую вот предоставить информацию. Произошла индексация выплат, которые назначаются в опекунских и приемных семьях. Кроме того, дети-сироты по окончанию учебных заведений также будут получать выплату в размере 5000 рублей. Также произошла индексация социального пособия. В общем-то, размер увеличился со 150 до 500 рублей. То есть, если среднестатистическая, ну, как правило, магазетная семья получала раньше 750 рублей в месяц, теперь сумма увеличена до 200, до 2,5 тысяч. Да, ну, есть и приятные новости. Продолжим отвечать на вопросы. Я инвалид третьей группы. Почему не входят в компенсацию платы за жилье и электроэнергии при выплате? Вот такое предложение от Риммы Федоровны. Ну, опять же, как я уже ранее упоминала, да, инвалидам за содержание и ремонт жилья льготы не предусматриваются, если инвалид проживает в приватизированной квартире. То есть, если проживает в муниципальном фонде, да, тогда будет. А по электроэнергии... Вот тоже вот в льготную при выплате не входит в льготы, да? Почему? Оплата коммунальных услуг, она происходит 50%, да. Здесь, знаете, надо отметить такой факт, что мы работаем, назначаем компенсацию по сведениям, предоставляемым жилищно-коммунальными структурами. То есть, как раз мы избавляем граждан от необходимости обращаться к нам, то есть, с заявлениями, то есть, выплата вся происходит в автоматизированном режиме. Поэтому, возможно, так как пока вот такой переходный, так скажем, период сейчас идет, возможно, вот эта компания не успела предоставить информацию. Поэтому, как только мы информацию получим, мы как бы работаем в этом направлении и надеемся, в ближайшее время все это уже у нас разрешится, все эти проблемы, мы произведем возврат, естественно, с января месяца. А самим горожанам, льготникам и вот инвалидам, в частности, не нужно ни о чем заявлять? То есть, это... Нет, нет никакой необходимости заявлять выплату, повторяю, в общем-то, производится в автоматизированном режиме. Ну, конечно, если возникают вопросы у наших льготников, они всегда имеют возможность с квитанциями обратиться в Управление социальной защиты по их желанию уже, чтобы им произвели расчет и вот объяснили, какая произведена за что компенсация. Управление социальной защиты по своему району, да? Да, по своему району, по месту нахождения. В каждом Управлении социальной защиты по всей Самарской области работают телефоны горячей линии, которые как бы все определены на сайте, можно это все посмотреть, либо обратиться уже напрямую. Да, вот у нас такая группа тревожная образовалась, это вот инвалиды, потому что все вопросы вот практически читаю, следующие тоже от инвалида. Ни в феврале, ни в марте мне льготы не выплатили. Пенсии у меня 9 тысяч, 4 из них я плачу за квартиру. Тамара Васильевна. Опять же, вот, комментарий. Если это житель Самары, здесь вот хотелось бы что сказать. Поставщиков услуг у нас по Самарской области более полутора тысяч. И из них почти тысячи обслуживает как раз городской округ Самары. И, конечно, учитывая такое количество поставщиков услуг, как бы немножко в Самаре возникла сложность в начальном периоде по осуществлению взаимодействия, по заключению соглашений, соответственно, по предоставлению сведений. В настоящее время до сих пор еще порядка 70 компаний в Самаре, именно в городском округе Самары, не заключили соглашения на данный момент. Но потом это будет после заключения соглашения компенсации? Конечно. Министерство совместно с городской администрацией работает в этом направлении индивидуально, с каждым гражданом ТСЖ. И повторяю, что компенсация вся будет возвращена. Наверное, вы ответили на вопрос у Ольги Ивановны, которая тоже инвалид второй группы, до сих пор ей не перечислили квартирной компенсации. Вот как раз в эту же тему. Следующий вопрос. Говорили ветеранам федерального значения, квартирные, будет фиксированной суммой выплачиваться. А инвалидам после 10 марта все получат выплаты один раз? Или выплаты будут полностью? Вот опять же, вот какое-то непонимание, когда вот, если не доплатили, когда все это? Вот 10 марта, вот что это за число? Ну мы каждый месяц работаем. Вот связано с выплатой. Вот еще одно условие получения этих льготных выплат, вот это же, если у тебя оплачены все коммунальные платежи, может быть, на это вот... Да, это прежде всего, то есть, основной из принципов, это отсутствие задолженности. И такой момент вот существует здесь тоже. Если из нескольких видов услуг, оплаченных, по какому-то одному виду, допустим, имеется задолженность, то гражданин вот по остальным получит компенсацию, по этому виду да. То есть его всего не лишают всех компенсаций? Нет, у нас компенсация предоставляется на каждую коммунальную услугу отдельно. То есть отдельно на водоснабжение, там, на электро... На содержание жилья, на капитальный ремонт. То есть отдельно люди получают. Да. Следующий вопрос от Николая Васильевича. У меня жена ветеран труда, я инвалид второй группы. Мы, муж, женой живем в одной квартире. Платим по одной квитанции. А соцвыплаты получили разные. Жена 560 рублей, я 100 рублей. Почему так произошло? Ну, здесь, опять же, тоже надо учитывать, что разные категории льгот и, соответственно, разный расчет. По идее, здесь должен ветеран труда получить больше. Ветеран труда у нас получает за содержание жилья от нормативной площади жилья. А если проживают двое, то ему расчет должен производиться от 21 квадратного метра. Коммунальные услуги, капитальный ремонт. Инвалид же, как мы уже говорили, да, льгота на содержание жилья, ремонт жилья не имеет. Если такая разница произошла, здесь нужно посмотреть, разобраться, возможно, некорректно прогруженные данные. То есть, если нам передадите сведения, мы посмотрим обязательно. Потому что, возможно, да, сейчас бывают, выявляются некоторые ошибки, которые мы устраняем в индивидуальном порядке. Да, вот Алла Вячеславовна уже сказала про переходный период. А вот сейчас можете определить, сколько, как долго он продлится, ну, чтобы вселить опять надежду, что когда вот все вот это будет? Мы работаем очень активно, интенсивно в этом направлении, но надеемся, что в ближайшее самое время. То есть, вот сейчас уже формируется у нас сведения корректур, так скажем, на апрель месяц. То есть, вообще в настоящее время, опять же, если вот возвращаясь к городскому округу Самара, в связи с тем, что я вот уже озвучила, были проблемы с заключением соглашения с управляющими компаниями и ТСЖ, в январе самарцы получили выплату, конечно, очень их незначительный процент получил. Сейчас ситуация в корне изменилась, и практически 84% льготополучателей получили компенсацию уже в марте месяца. То есть, сейчас формируются документы на апрель, и мы надеемся, конечно, что процент еще будет увеличен. Да. Проходят горячие линии. Вот если можно, какие темы основные на этих горячих линиях поднимаются? Вот что сегодня больше всего волнует? Мы здесь уже определились, что инвалиды, да, вот как-то не попали в... Ну, больше всего, конечно, самый наиболее распространенный вопрос – это размер компенсации. Размер компенсации, а вернее, почему сумма меньше стала. Вот когда говорят, рассчитывается от реальных расходов, о чем идет речь? То есть, вот за основу берется что теперь, вот по-новому? Как вот просто вот понять? Ну, чтобы просчитать. То есть, в принципе, каждый гражданин может проверить себя. То есть, в принципе, расчет несложен. Просто надо немножечко ориентироваться в нормативах, тарифах применяемых. То есть, это не так уж много документов. Но, опять же, с чего нужно начать, да, определить категорию, к которой относится тот или иной гражданин. То есть, после того, как мы определились с категорией, мы просчитываем площадь. Площадь. То есть, долю жилья, долю площади квартиры, приходящейся на одного члена семьи. И необходимо учесть, что поскольку компенсация предоставляется на коммунальные услуги в рамках не более нормативов потребления, то необходимо, конечно, знать те нормативы и тарифы, которые утверждены органами местного самоуправления. Как правило, все нормативы и тарифы указываются в квитанциях. Большинством организаций поставщиков указываются нормативы и тарифы. То есть, если вы представляете, да, там есть отдельные столбики. То есть, понятно, сколько было потреблено фактически, какой объем был потреблен коммунальных услуг. И, в принципе, можно легко это проверить. То есть, у нас не так много этих нормативных актов. Основной у нас нормативный документ – это постановление города, если говорить про содержание жилого помещения и ремонт жилья, то это постановление администрации городского округа Самара номер 161. В нем конкретно отражена стоимость или так называемый тариф за содержание и ремонт жилья в зависимости от степени благоустройства дома. Например, самый распространенный случай, когда мы говорим про жилой дом, квартирный, с мусоропроводом, с лифтом. Тариф за содержание жилья составляет 17 рублей 25 копеек и за ремонт жилья 7 рублей 20 копеек. Также у нас есть утверждены нормативы и тарифы на газ, на электроэнергию, на горячее водоснабжение, на холодное водоснабжение. То есть все эти документы, они есть, они в каждом управлении социальной защиты на стендах размещены. То есть, в принципе, мы доносим до людей, то есть когда сейчас обращаются к нам, мы стараемся разъяснять, показывать, что и как это можно проверить и посчитать. В принципе, особо ничего сложного. Ну, это вселяет надежду. Еще вопросы от Ольги Яковлевны. Я репрессированная, раньше получала соцвыплаты, теперь перестала. Предусмотрены ли будут выплаты для репрессированных и в каком объеме? Вот такая категория. Ну, репрессированные у нас лица, конечно же, они льготу не теряют. Также они... Собственно, как никакие другие категории. Да, даже не одна категория льготу не потеряла. Просто мы еще раз говорим про то, что изменился механизм предоставления льготы. То есть теперь не ежемесячная единовременная выплата, а компенсации фактически оплаченных. Мы же понимаем, что размер компенсации, он еще может каждый месяц меняться. Это в том случае, если у гражданина установлены приборы учета, счетчики. То есть на каждую коммунальную услугу мы знаем, что сейчас многие устанавливают приборы учета. И, конечно же, если у вас установлен прибор учета на ту же электроэнергию, мы понимаем, что каждый месяц объем фактически потребленной услуги может меняться. От этого зависит и сумма компенсации. А вот для репрессированных все-таки? У них также, как и у ветеранов труда, идет льгота, причем распространяется на совместно проживающих членов семьи. У них льгота идет на содержание и ремонт жилого помещения, но в пределах социальной нормы жилья. То есть, опять же, мы говорим про 33, 21 и 18, соответственно, квадратных метров. Ну, а также 50% от регионального стандарта компенсации на компремонт и 50% стоимости коммунальных услуг. То есть, в принципе, льгота остается и даже, можно сказать, на... Следующий вопрос. Квартира приватизирована на троих. Сын проживает четвертый год с нами, он инвалид второй группы. В этой квартире прописан, будет ли он сейчас пользоваться льготами? Ну, конечно же. Это семья. То есть, я так понимаю, что семья, имеющая ребенка инвалида. Да? Вообще, сам принцип, он не изменился. Принцип не изменился. То есть, также льгота будет распространяться. Изменился только механизм. Сначала человек оплачивает, затем уже получает компенсацию. И вот один из основных факторов – это наличие задолженности. Давай. Так, еще раз, еще один вопрос. В одной квартире живут два федеральника, вот, льготника федеральных, ветеран труда и ветеран труда. Задолженности у нас нет. Одному выплачивают льготы, а второму не выплатили. Наталья Давыдовна. Вот как так, вот, два льготника? Да, имеет место быть такие случаи. Да, к сожалению, вот, уже еще один раз приходится повторяться, что отрабатывается до сих пор еще программный комплекс, очень активно над этим работаем. А получается, одна же управляющая компания, они же не от разных управляющих компаний. Вот вы говорили, что это причина, что договоры не заключены. Бывают, некорректно данные прогружаются, понимаете. А поскольку объем большой, то есть у нас все-таки Самара самый крупный город. Вот подождать, Наталья Давыдовна, или все-таки куда-то заявить? В любом случае, в любом случае, каждый гражданин имеет право обратиться в управление соцзащиты с документами, да, чтобы мы посмотрели, проверили, что как. Потому что мы должны посмотреть, какие сведения прошли, какие загрузились, какие не загрузились. Вы знаете, при работе вот с управляющими компаниями, с ТСЖ мы столкнулись с такой ситуацией, что нет единой формы квитанции. То есть каждый ТСЖ работает в своей программе, в своем варианте предоставляет сведения. Вот поэтому здесь вот как раз и возникает сложность. Нет единого подхода. Нет единого подхода, нет единого центра, объединяющего все управляющие компании. Поэтому очень непросто это все вот, особенно в Самаре, происходит, но тем не менее, как бы мы продвигаемся и вот повторяю, что надеемся. Да, но вот у этой семьи одна управляющая компания, поэтому вот я уточнила. Ну вот здесь опять же индивидуальный случай, мы обязательно посмотрим. Моей матери 85 лет, она все платит и за капремонт тоже платит. Куда обратиться, где получить льготу, чтобы не платить за этот капремонт, Юрий Викторович? Ну это опять про что мы говорили, платить нужно. Ну вот вы же сказали, что после 80-ти там что-то. 100% но идет льгота не на стоимость капитального ремонта, услуги как таковой. То есть стоимость 100% от нормативной площади жилья. То есть если проживает бабушка одна, то одна проживает. Ну наверное да. Да, то у нее будет 100% льгота рассчитываться от 33 квадратных метров. Тебе немножко взяли, даже в другом вопросе. И опять же зависит еще принцип какой. Скольки этажный дом, вот еще. То есть тут разный тариф немножко. То ли дом это до 6 этажей, то ли выше 6 этажей. Потому что расчет он тоже очень простой. Берется площадь жилья, в нашем случае это будет 33 квадратных метра нормативная площадь жилья. И умножается на тариф, если это до 6 этажей, 5 рублей 45 копеек. И умножается на 50%. Вот тебе стоимость льготы по капремонту. А люди до сих пор считают, что если у нее площадь она проживает, например, 80 метров, то у нее 100% это идет на всю площадь. Немножечко неправильно. Теперь я поняла. Следующий вопрос от Виктора из города Чапаевска. Отменили ли льготы ветеранам Самарской области? В марте сняли льготы. За два года перерасчета не было. И если я пропишусь и перееду в Самару, кто будет мне начислять льготы? Город или область? Вот из Чапаевска в Самару. Ну, льготы, наверное. Нет, льготы здесь нет. Нет, льгота она остается. Она остается независимая, где человек проживает. То есть, если он сменил место жительства, то по нашему порядку, утвержденному постановлением правительства номер 7, значит, ему льгота будет назначена и выплачена с первого числа месяца, следующего за месяцем переезда, перемена места жительства. И следующий вопрос, уточнение. Повторите, пожалуйста, какие льготы положены инвалиду второй группы? Ну, так как инвалидов у нас очень много, и попрошу вас... Ну, льготы именно в части компенсации. Да, да, да. В части, еще раз тогда, значит, инвалиды первой, второй, третьей группы имеют право компенсацию на оплату стоимости жилья и ремонт жилья в случае, если они проживают в муниципальном жилом фонде или государственном жилом фонде. То есть, если, опять же, квартира приватизирована, инвалиды право на компенсацию стоимости содержания жилья, ремонта жилья не имеют. В этом случае они будут иметь льготу только на оплату коммунальных услуг и на капремонт. У нас есть сюжет о том, как проходят горячие линии, и так как они продолжаются до сих пор, предлагаю посмотреть его, и потом мы уже будем завершать. Телефон горячей линии и впрямь перегрелся. Люди звонят в редакцию Самарской газеты, чтобы получить разъяснение по новому порядку начисления соцвыплат. На вопросы отвечают представители Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Один из самых частых вопросов, почему некоторые ветераны труда России не получили в этот раз ежемесячную денежную выплату по статусу в размере 658 рублей. Ежемесячная денежная выплата по статусу на сегодняшний день с 1 марта 2017 года приостановлена тем, кто продолжает работать, и тем, кто получает пенсии 19 500 рублей. Ваш папа какую пенсию получает примерно? 13. А он работает? Нет. Значит, он будет продолжать ее получать. Все те меры соцподдержки, какие ее предусмотрены? Хорошо, спасибо большое. До свидания. Еще одно изменение, которое волнует горожан – льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. С нового года эта соцвыплата заменена на компенсацию. Если раньше льготники получали фиксированную сумму, теперь им компенсируют часть фактически оплаченной услуги. Чтобы точно знать, сколько это в рублях, человеку нужно обратиться в районное управление соцзащиты. Это касается только тех, у кого нет долга за коммуналку. Как только задолженность будет погашена, компенсацию начислят за все месяцы. Есть возможность со всеми поставщиками жилищно-коммунальных услуг заключить соглашение о рассрочке долга. Например, есть 5 тысяч долга. Сразу погасить эту задолженность нет возможности. При наличии такого соглашения в органах соцзащиты выплата компенсации будет продолжена. Люди волнуются на дворе март, а компенсации за оплату ЖКУ за январь и февраль так и нет. Специалисты успокаивают. В ближайшие дни они ее получат. Механизм выплат налажен. Люди постепенно получают свои компенсации. Еще буквально у нас минутка остается. Говорят, что самый главный фактор получения льгот – это чтобы не было задолженности. У нас нет задолженности, а льготы нам так и не выплатили. И вот что, можно выплатиться же потом льгота, если нет задолженности? Конечно же. Как только, пускай даже если к нам данные придут с задержкой, мы в любом случае, как только поступят данные, мы выплатим все положенные деньги, но пускай это немножечко будет задержка. Еще какие-то есть позитивные все-таки моменты? Вот от этого, раз она задумывалась, вот это реформирование такое, наверное, ради чего-то. Что остается у нас в позитивном сухом остатке? Ну, конечно, выявлено при данном переходе на компенсацию такой фактор, как все-таки значительное количество должников за коммунальные услуги. То есть по области цифра процента составляет около 20%. То есть это тоже немаловажный фактор. И как бы надеемся, что вот переход на данный вид выплаты как бы поможет немножко сократить все-таки количество задолжников. Да, и, ну, наверное, и многодетные семьи тоже вот такая категория, которая получает больше выплат, тоже к положительному моменту можно отнести. Да, да. Мы надеемся, да, что все-таки, конечно же, всегда нововведения, они несут негативный характер, но надеемся, что в скором, в ближайшем времени все это регулируется. Мы призываем наших многоуважаемых льготополучателей все-таки набраться терпения. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь на телефон на горячей линии по городскому округу Самары. Мы оставили в студии телефоны. Да, да, обязательно на эти телефоны обращайтесь. Узнавайте все спорные моменты. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание и активность. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова